И снова здорово, с вами Маркус и так как у нас сегодня на дворе пятница, обычно у меня выходят ролики о том, как стоит проходить испытания на время и сегодня, то есть это пятница у нас не будет исключением. А перед началом ролика зайдите в мою группу по прокачке, качаем быстро, дешево, а самое главное без банов. И сейчас у нас обновились все наши наборы прокачки, остались также индивидуальные, появились на характеристики и множество всяких вариаций, чтобы вам было, ребят, удобнее выбирать. Ссылочка в описании. Самое главное не забудь подписаться на мой канал, я каждую неделю укладываю ролики о том, как стоит фармиться, лайфхаки для фармов и все о новоскидках и бонусах в игре. Ну а перейдем же к испытаниям на время, для начала я вам покажу, ребята, по традиции, как их вообще можно найти, заходим в меню взаимодействия, параметр отображения, другое, там находим испытания на время на RC, ставим естественно параметр показать и там же находим гонку на время, тоже ставим параметр показать. После этого у нас на карте появятся два маркера, вот здесь у нас находится испытание на время на обычном транспорте, а чуть поодоль в центре города находится у нас испытание на время на RC. Ну и начнем мы, как обычно, с испытания на время. Ехать на этот раз мы будем вдоль реки Занкуда. Трек, в принципе, легкий, только есть одно но, это как обычно у нас время, так как все-таки это испытание на время. Ехать нам до заправки, и, ребята, сейчас я вам покажу, как ее стоит пройти, чтобы получить свои 100 тысяч долларов. Использовал я BATI 801, в принципе, на этом треке нет ничего сложного, просто ваша задача топить как угорелый, постоянно вставать на козла, чтобы максимально развить скорость, чтобы мотоцикл баговало и он разгонялся еще быстрее. Ну и, в принципе, для этого всего подходит все-таки, как я и говорил, BATI. Субтитры сделал DimaTorzok Ну и вот я, ребята, доезжаю, и я практически тютя в тютю приехал. Вам же я советую использовать более что-то быстрое, в идеале какой-нибудь суперкар, если у вас вдруг такой есть, или спорткар под типу Italy GTO, кстати, который мы раздавали на прошлой неделе. Много игроков ее выбили, так что, ребята, если она у вас есть, то сразу же уберите ее. Она, в принципе, без прокачки справится. Ну а перейдем же к испытанию на время на RC. И, как говорится, в Fallout 76 война, война не меняется. Испытания на RC тоже так и никогда не меняются. Самая старая, на мой взгляд, трасса, сколько я уже раз ее проходил, это стройка. Скорее всего, рок-стары будут их крутить до посинения, пока мы не запомним каждый поворот на каждой трассе. Мы не запомним каждую кочку, каждую хабинку. И потом только они нам, скорее всего, их сменят. А, возможно, никогда. В принципе, что изменяется от трассы к трассе? Да, в принципе, ничего. Время нам дает все то же самое. Я думаю, они будут его нам занижать с учетом результатов, но нету. Время у нас постоянно одно и то же. Это минута 50 секунд. Как обычно, на всех трассах RC у нас основная проблема данного четырехколесного вибратора – это люди, это кочки, это резкие повороты. И, в принципе, на данной трассе они показаны как нельзя лучше. Вас постоянно подкидывает, вам постоянно приходится заворачивать резко. То есть, постоянно приходится играть мышкой, чтобы вы смотрели за угол, то есть, видели, куда у вас примерно точка следующая будет, чтобы вы уже заранее могли посчитать траекторию. Ну, а так, в принципе, все как обычно. И, естественно, я получу за это 100к. Да, кто-то говорил, что машинка стоит полтора миллиона, но я говорил для новичков. Я не говорю, что вы ее должны покупать, но это по факту реально, ребят, для новичков. То есть, нету здесь ничего в этом сложного. Да, вы потратите полтора миллиона, кто-то скажет, я лучше оставлю эти полтора миллиона. Но, ребята, редко, но метко. Рокстары выкидывают нам двойные, тройные выплаты за данное развлечение. И, соответственно, можно RC-бандитам максимально быстро купить. Ну и, в принципе, прикольная машинка. Чем бы на ней не покататься. Но, если вдруг, ребята, испытание на время для вас оказалось слишком сложным, а денег на RC у вас нету, то я, ребят, вам советую погонять во все бонусные выплаты. На этой неделе у нас их достаточно много. И плюс, ребята, те, кто забрал игру с Epic Games, у вас еще халявный миллион. Еще плюс пол халявных миллиона, которые Rockstar нам обещали в мае. Плюс еще лимон за ежедневные задания, если вы выполните 10 штук за эту неделю. Так что, в принципе, можно спокойно хоть на Кригер нафармить, хоть на что хотите. Даже без скид. Ну а на этом все, ребята. Если тебе понравилось данное видео, то обязательно подпишись на этот канал, а я и дальше буду выпускать более качественные ролики. Всем удачи, а я удаляюсь. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok